Сегодня в день памяти и скорби в 4 утра сотни нижегородцев пришли к вечному огню, чтобы почтить память павших в самой страшной и кровопролитной Великой Отечественной войне. Из Горьковской области на фронт ушли более 800 тысяч человек, остальные ковали орудия победы в тылу. Не передать словами, потому что я стоял, у меня бежали мурашки по коже. Откровенно говоря, вот в эти моменты понимаешь ценность всех секунд спокойной, мирной жизни. Мы с ребятами из российских студенческих отрядов пришли первый раз и уже в следующем году мы будем приглашать людей, потому что пока мы начинаем, еще немногие знают в Нижнем Новгороде о том, что такая акция есть. Люди будут встречать первый военный рассвет и чтить память павших в Великой Отечественной войне. Это уже частичка моей жизни. Дело в том, что в 61-м году мы, 10-летние школьники, это было в Ленинградской области, пришли на берег реки Тосна и встретили первый военный рассвет и поклялись, что где бы мы ни находились, мы всегда будем в этот день, если есть такая возможность, вспоминать об этой трагической, великой дате в истории нашего государства. Более 300 тысяч грековчан погибло в годы Великой Отечественной войны, и их память всегда будет в наших сердцах. И я абсолютно уверен, что и через 85 лет, и через 185 мы и наши дети также будут хранить эту память. Как и в каждой семье, практически в каждой семье, у меня воевал дед. И это огромная часть истории моей семьи, истории нашего города и каждого практически нижегородца, грековчанина. Сегодня 75 лет начала Великой Отечественной войны. Вы знаете, вот такие даты являются импульсом. В Кронштадте есть памятник адмиралу Макарова, и там написано «Помни войну». И вот такие же памятные даты заставляют нас помнить о трагических и в то же время героических страницах нашей истории. Эта акция проходит уже не первый год, и самое приятное, что приходят не только люди пожилого и старшего возраста, а приходит много молодежи. Все те, которые должны сохранить реальную историческую память о тех суровых событиях и перенести ее дальше нашим детям, нашим внукам. И важно в этой ситуации постараться особое внимание оказать тем людям, которые еще живы, услышать их живое слово.